МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Это в частные дома с огородами и банями. Горожане считают, их просто выживают. На три улицы две колонки, третья идет вдоль главной дороги. Было их там две, одну законсервировали, разобрали буквально неделю назад. Осталось две, вот пионерская и на лесной. И сейчас, как в бумаге написано, будет стопроцентное консервирование, будет у нас подвоз воды. Верхняя наша часть улицы поливали только дождем грядки. Все, дождем. Привозная вода это как? Это поставил бочку, тебе залили, а потом тебе надо срочно перетасить домой, пока она не замерзла. Вода, это куда, сколько воды надо перетаскать, чтобы дома постирать там что-то, сварить там, убраться. Это же тоже. Ладно мы, а у кого дети маленькие или кто старый? Теперь у нас Найденов заявил, что нас вообще законсервируют. А представляете, подвозная вода будет. Это же кошмар. Во-первых, где ее хранить? Ладно летом, а зимой? Это нам в квартирах надо отдельную комнату под баки, чтобы постирать, чтобы помыться. У нас нету ванн, у нас бани у всех. Вот и каждый год у нас война идет. Вот с этим Найденовым. Первые выборы, когда его начали выбирать, он ходил тут, я вам тут колонок набурю на каждом перекрестке. Набурил. Вот, а теперь отказался. И суды, и всякие эти приезжают. Никто не может помочь. Как в воду глядели жители трех улиц Сорска, когда законсервировали первую колонку, затем лишились и второй. Вскоре, говорят, местные жители доступ к жительной влаге перекроют совсем. И вот тогда это будет последней каплей терпения. У горожан накипело. Написали письмо президенту страны, обратились к главе Хакасии. Ждут ответа. Что касается местной администрации, то тут как сгуся вода. Городоначальник встретил нашу съемочную группу очень радушно. Им прям привезут во двор. И не надо ее таскать издалека. Но люди у нас хотят использовать воду на халяву. То есть не оплачивать. Они и за колонки не платят. Они говорят нам, что они так... Мало ли что они вам говорят. Вы просто прокомментируете нам по факту. Чего вам по факту? Пишите письма, я по факту вам прокомментирую. Что вы приехали? Сплетни собирать. Мы не сплетни собирать. А что вы собираете? Вы потом за кадром постоянно комментарии в свою пользу делаете. И в пользу жителей. Никогда на стороне органов власти не стояли. О том, что чиновника избрали эти же люди, он, похоже, забыл. И проблему решать не торопится. Как говорится, толчет воду в ступе. Полина Назарова, Дмитрий Щеглов, РТС. Дима, ну давай запишем.